МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также с января по сентябрь средняя зарплата в секторе увеличилась на 8,5% до 62 тысяч рублей. Это на 13% больше, чем в среднем по республике. Объем инвестиций в основной капитал в энергетике за тот же период составил почти 15 миллиардов. На них приходится около 8% доли от общего объема инвестиций в регионе. По итогам прошлого года Башкортостан занял 14 место в России по выработке энергетики и четвертое место в Приложском федеральном округе. На территории республики осуществляют деятельность 40 электростанций. 19 из них работают на оптовом рынке электроэнергии мощности. Суммарно установленная мощность наших электростанций уже составляет более 5,5 тысяч мегаватт. Год от года она растет. За прошедший год она выросла на почти 1,5%. По величине установленной мощности мы стабильно в пятерке регионов Приложского федерального округа. По данным Башстата, 94% энергии генерируют тепловые электростанции. Оставшаяся часть приходится на гидроэлектростанции и возобновляемые источники энергии. Сектор насчитывает около 700 предприятий в регионе. В течение пяти лет, с 2022 по 2026 годы, энергетические компании республики планируют инвестировать 32 миллиарда рублей в развитие генерации. В прошлом году объем вложений превысил 9 миллиардов рублей. Экспорт пиломатериалов из Башкортостана в этом году сократился на 38%. Предприятия республики отправили за рубеж 94,5 тысячи кубометров продукции в составе 2300 партий. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период отгрузили зарубежным покупателям порядка 152 тысяч кубометров пиломатериалов. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, продукцию переработки древесины поставили в 13 стран мира. Среди них Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Туркмения и Китай. Все партии прошли фитосанитарный контроль. Лабораторные исследования показали соответствие продукции требованиям стран-импортеров. За аналогичный период 2022 года Государственным надзорным ведомством было оформлено 4039 фитосанитарных сертификатов на 152 164 кубических метра пиломатериалов. Отгрузка продукции была осуществлена в 20 стран мира, такие как Афганистан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Италия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Китайская народная республика, Латвия, Литва. Как сообщал РБК Уфа, сократились и поставки основных видов товаров, ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит. За 8 месяцев года из республики за границу отправили 45 тысяч кубометров плит, что на 43,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Председатель Центральной избирательной комиссии Башкортостана Илона Макаренко досрочно сложила полномочия. Ее просьбу об отставке члены ЦИК одобрили на очередном заседании. Как сообщает сайт РБК Уфа, Макаренко покинула пост в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности председателя будет ее заместитель Марат Гадилов. Макаренко была первой женщиной, которая возглавила региональный ЦИК за 30-летнюю историю. В апреле 2019 года она стала членом ЦИК с правом решающего голоса и вскоре председателем. По мнению политологов, уход с поста Макаренко кажется достаточно неожиданным. Каких-либо конфликтов между ней и главой республики не наблюдалось. Да и мы наблюдаем сейчас большой электоральный цикл. Прошли выборы в Курултай, впереди у нас президентские выборы и выборы главы республики. И казалось бы, коней на переправе в такой момент не меняют. Но что случилось, то случилось. И в этой части я думаю, что каких-то серьезных последствий для выборов президента страны и президента главы республики мы наблюдать тоже не будем. Поскольку процедура уже является достаточно отлаженной, я думаю, что администрация Хабирова в достаточно короткие сроки найдет человека, который сможет заменить в этом плане Илону Макаренко. Аналогичной точки зрения придерживаются еще ряд политологов. По их мнению, сбоев функционирования ЦИК ждать не стоит, так как система отлажена и работает годами в одном и том же алгоритме. В Октябрьском открыли Ледовый дворец площадью в 6,5 тысяч квадратных метров. В церемонии приняли участие президент Федерации хоккея Владислав Третьяк, почетные гости из Минспорта России и администрации главы Башкортостана. Комплекс обеспечен спортивным оборудованием от тренажеров для хоккеистов и фигуристов до машины для выравнивания льда. Помимо профессиональных спортсменов, доступ во дворец открыт и любителям, жителям Октябрьского и близлежащих населенных пунктов. В спорткомплексе будут секции по хоккею и фигурному катанию. Также планируется проведение массовых катаний на коньках. В здании есть раздевалки, душевые, тренерские комнаты, хореографические и конференции залы, тренажерный зал, помещение для хранения инвентаря, а также медкабинет. Созданы условия для инвалидов, установлены пандусы и специальный лифт. Есть собственная трансформаторная подстанция и котельная. В каждом маленьком городке должен быть каток. Почему? Потому что люди хотят заниматься. А сегодня есть голод, голод льда. Почему? Потому что у нас очень много команды. Ночная лига, гентальник, высшие, женские и так далее. И льда у нас не хватает. У нас сегодня вот этот 701 каток. Ну если сказать, что в Канаде 3000 катков. Поэтому, конечно, нам надо еще больше и больше нарастать, чтобы больше катков появлялось. Почему? Потому что популярность есть. Всего с 2017 года открыли более 30 спортивных объектов в 16 районах Башкортостана. Среди них Ледовый дворец в Кумертау, скейт-парк в Дюртюлях и стадион Спартак в Туймазах. В Благовещенском районе появились 6 тренировочных площадок. В селе Булгаково у Фимского района возвели современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В полиции бьют тревогу ежедневно. Со счетов жителей Башкортостана похищают в среднем 6,5 миллионов рублей. В сутки происходит более 25 таких преступлений. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по противодействию кибермошенничеству. Всего с начала года в МВД по республике зарегистрировали 8,5 тысяч мошенничеств с использованием интернета и сотовой связи. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на треть. Суммарный ущерб составил 2,5 миллиарда рублей. В общей структуре всех преступлений кибермошенничество достигает 40%. Зачастую доверчивым гражданам звонят псевдосотрудники службы безопасности банков или правоохранительных органов. Они уверяют, что с их счетов пытаются перечислить деньги в пользу Вооруженных сил Украины. Люди, опасаясь уголовного преследования, идут в банк и переводят деньги на якобы безопасный счет. На самом деле на счета мошенников. У нас распространено это под предлогом сотрудников службы безопасности банка, сотрудников правоохранительных органов, когда потерпевшего вводить заблуждение под видом несанкционированных операций по его банковскому счету. И под этим предлогом выманивают у гражданина значительные денежные средства. Ну и также у нас проблемным остается вопрос инвестирования денежных средств. Под видом брокеров у гражданина похищается тоже значительные денежные средства. Также кибермошенничество обманным путем заводевает кредитами. За эти кредиты приходится платить добросовестным клиентам банка. Тем самым создается напряженность в том плане, что банки сами получают определенную выгоду, хотя тоже противостоят этому явлению. Еще одной распространенной схемой мошенников остается взлом пароля от учетной записи на портале госуслуги. После входа преступники могут скачать персональные данные, которые впоследствии используют при оформлении кредитов. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.